Вопросом, какой же моду сообщества Майнкрафта самый любимый? Это ведь действительно интересно! Я создал специальную гугл-форму и скинул вам, правда еще в прошлом году. За это время я получил свыше 10 тысяч ответов, и смогу ввести список из 20 самых любимых модов. Вы будете приятно удивлены. К слову, в описании я оставил еще одну ссылку на форму, только в этот раз напишите моды, которые вы реально ненавидите. Будет интересно сделать подобное видео. На двадцатом месте мод под названием Террафирмакрафт. Впервые этот мод вышел в 2014 году для версии 1.7.10. С того момента он начал активно развиваться. Если меня спросят, как бы я охарактеризовал этот мод, то отвечу всего одним предложением. Это настоящий режим выживания в Майнкрафте, который тесно связан с реальностью. Громко звучит, я понимаю, но именно это лезет в голову, когда слышишь название этого мода. Я когда-то играл в него, и скажу вам честно, довольно сложный мод. Он добавляет реалистичности в каждый аспект Майнкрафта. Чтобы скафить уже банально каминокерку, придется очень постараться. На девятнадцатом месте Biomso Plenty. Культовый мод, который добавляет новую генерацию в Майнкрафте, а также множество новых биомов. Истоки этого мода берут свое начало еще с 2012 года. В то время выходили первые тестовые релизы. В настоящее время этот мод является одним из основных, или базовых модов, во многих модпак сборках. Он очень простой и не требует... Ну, а неплохо. ...никаких дополнительных... Кстати, интересный факт. Вот раньше казалось то, что вот это прикольно. Я тоже что-то вот, ну, Гена, когда сборки делал, казалось, что вот это прикольно, а то, что сейчас в Майнкрафт добавили, как будто лучше выглядит, если честно. Потому что вот это вот прям рябит как-то. ...настроек. Только при создании мира нужно выбрать тип мира в Майнкрафте, и тогда можно смело начинать свой путь. Как только мир сгенерируется, перед вами откроется чрезмерное количество новых биомов, генерации мира. И чтобы обойти каждый из них, вам придется даже попотеть. Я тоже играл с этим модом и могу смело посоветовать каждому. На восемнадцатом месте один из моих самых любимых модов. Имя ему Малинейр. Блядь, это когда ты можешь свои деревни создавать или как? И смогли поиграть в него аж в бородатом две тысячи... Да, блин, это крутой. Вот я не знаю, я его стримил, всем было так как-то похуй, но мне так было интересно. Вообще Майнкрафт меняется. Там тебе чел говорит, блядь, вот принеси мне нахуй столько-то камня, и тогда я что-то построю. И ты идешь, копаешь с каким-то, ну, с ожиданием того, что нихуя, он сейчас пойдет сам что-то сделает. Они же там огораживают территорию. Мне очень здорово, реально, мне кайфово. Ты же там можешь вроде... Или я не про то говорю. А, это не тот мод? А, Майн Колонис, да, я про Майн Колонис говорю. А это что такое? В одиннадцатом году эта модификация добавляет в игру новое поселение одиннадцатого века, а именно норманы, индийцы, майя, японцы, византийцы, инеты и сельджуки. Каждое поселение имеет свой ярко выраженный стиль. Свои задачи... Хотя они тут тоже все вот сами делают. ...расписание дня и, естественно, жителей. Вашей задачей будет помощь таким поселениям. Вы можете как помогать им развиваться, расти и становиться лучше, так и просто уничтожить. У вас полная свобода действий. Каждое поселение... Что? 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 Я никогда с ним не играл и даже не слышал про него. Но посмотрев различные обзоры и почитав о нем, я скажу так, мод офигенный. Он позволяет стать вампиром или же охотником на таковых. Он привносит очень много игровых механик и изменить саму игру. Я не буду никогда настаиваться в манте, да. Стать вампиром можно двумя способами. Либо через укус вампира где-то ночью, или после того, как вы ввели себе его кровь самостоятельно. И спустя одни игровые сутки вы уже можете начать свои приключения в качестве вампира. И если наоборот хотите стать охотником, тогда придется вколоть себе чесную сыворотку. В реальной жизни я думаю это не сработает. Вроде бы звучит все очень просто, но на деле вам нужно будет развиваться. Я вам сказал про реальную жизнь, ребята, если бы мне в реальной жизни выпал бы шанс стать вампиром, я бы стал бы нахуй вампиром реально. Ну вот, вряд ли бы я бы сосал кровь у людей, и вряд ли бы я у людей бы сосал. Но, блядь, я так хочу стать вампиром. Во-первых, вечная молодость. Ну или достаточно длительная, да, молодость. Во-вторых, из минусов не можешь выходить на солнце. Ебал я это солнце, блядь, я и так на него не выхожу, блядь. Утром я ложусь спать нахуй. В особенности, когда зима, я вот реально вот три месяца, я не вижу солнца. Оно еще не взошло, блядь. Я ложусь спать, я просыпаюсь, оно уже нахуй село. Я бы реально таким бы кайфовым был бы вампиром. Сука, что у них там еще? У них, по-моему, повышенная регенерация, да, и все такое. Но я бы, наверное, ну может быть бы пил кровь куриц. Вот, или еще кого-нибудь в деревню бы приезжал, говорил бы, бабушка, дедушка, блядь, ну там, дайте мне курицу нахуй. Высосал эту курицу ебучую, блядь. И все, заебом бы. Либо второе, я бы, ну, мне кажется, ну, если вампиры реально бы существовали, да, то, скорее всего, существовал бы черный рынок, где больницы сливали бы, ну как, продавали бы донорскую кровь. И все, блядь, за донорскую хуяк выпил, и вообще все заебом бы. А там плюсов дохуища. Ну, мне кажется, это, ну, типа, слишком фантастически, что ты там можешь превращаться в кого-нибудь, но это вообще бы имба была реально топовая. Саучиться, становиться лучше, и это касается двух сторон. Также в этом моде немного изменились деревни и сами деревенские жители. Советую все исследовать самому. Блядь, если бы как в сумерках можно было бы, ебать, ребятки, как в сумерках это все. Ну, там просто имба, ты просто блестишь на солнце, и все нахуй, и нет минусов, больше нет минусов, блядь. У них там, да, у них способности там ебнутые, конечно. Вообще пиздец. Essential осуждаю. 16-м месте мод под названием Essential, ровно как и с предыдущим, я о нем ничего не знаю. Но как только я его установил и посмотрел, что он умеет, мои глаза выкатились на лоб. Это нечто невероятное. Этот мод, грубо говоря, делает из Java Minecraft Bedrock. Ну, не по производительности, а геймплей. Что, блядь, они еще эмоции добавили туда? А по функциональности? За деньги, нахуй. Семь баксов, вы видели, блядь? Алиса, 8 долларов в рубли. 779 рублей. Да, это был тупой вопрос, если честно. Bedrock. Ну, не по производительности и геймплею, а по функциональности. Первым делом они добавили гардеробную, в которой за реальный день... Мне вот это вообще не нравится. Тут какой-то, они вообще баланс не сохраняют никакой. Ну, я удалил этот мод, потому что вот я видел вот таких вот челов, которые там надонатили, нахуй. Но это же просто пиздец. Можно освежить свою внешность. Выглядит очень круто и перспективно, но цены там просто космические. Затем, возможно, общаться и добавлять друзей. Эдакая социальная сеть. Мне даже кто-то уже успел отправить запросы на дружбу. Можно также создать свой сервер из синглплеерного мира, с небольшой конфигурацией. Даже добавили минимальный редактор скриншотов. Очень крутой мод. Хочется узнать, что будет дальше. На пятнадцатом месте Тинкерс Констракт. Первая публикация этого мода была в 2014 году. И для все той же 1.7.10. С того момента, мода активно развивается и продолжает радовать своих фанатов. Мне кажется, каждый играл с этим модом. И все о нем прекрасно знают. Но те, кто не играли, он добавляет в игру новый геймфлей, который построен на создании инструментов и оружия. Хотелось бы мне сказать, что он добавляет реалистичности, но это будет враньем. Он просто улучшает этот сегмент. По мере изучения мода, вы сможете улучшать свои навыки, а также создавать поистине гениальные инструменты и оружие. Даже зачаровывать их при помощи различных предметов. У этого мода крайне много различных дополнений аддонов, которые еще больше улучшают геймплей. На четырнадцатом месте Декокрафт. Сногсшибательный мод. Он, естественно, не вписывается в обычный ванильный Майнкрафт. Но если вам хочется сделать что-то невероятное, он в этом поможет на все 100%. Этот мод привносит ужасающее количество мебели и всякой кухонной утвари. Ну некоторые с перебором, но вообще хотелось бы мебели побольше в Майнкрафте. Паны, ковры, часы, телевизоры, кухонные барные стульчики, плакаты, шкафы, кофеварки, тостеры. И это только малая часть того, что есть в этом моде. Мне кажется, когда игроки говорят про мебель в Майнкрафте, они подразумевают именно этот мод. Естественно, это не самый лучший мод в подобной категории, подобных ему довольно много. Но этот точно занимает лидирующие строчки. Лучше вам самим изучить его и убедиться, насколько он крут. Блин, ну вот у нас вот в ресурспаке есть всякие тоже бутылки, плакаты. Они прям помещаются в Майнкрафте, прикольно выглядят. А тут как-то вообще кринж, блядь. Внадцатом месте, Кварк. Когда я впервые увидел название, то подумал, что этот мод добавляет ядерную физику в Майнкрафте. И это технический мод, но все в корне не так. Он назван так из-за того, что Кварк это элементарные частицы и фундаментальные составляющие материи. То есть, часть чего-то большего. Этот мод работает по такому же принципу, привнося улучшения в геймплей игры и делая его интересным. Практически все существующие игровые механики Майнкрафта были изменены. И я скажу в лучшую сторону. Естественно, про все мне не хватит времени рассказать, но вот некоторые из них. Вертикальные плиты, новый вид камеры, разноцветные слаймовые блоки, кормушки для животных, моб, который может выращивать руду на своей спине и еще много-много всяких крутых штук. На двенадцатом месте, Пиксельмод. Это вообще я не понимаю, блядь. У этого мода вот прям дохуища фанатов. Я не выкупаю. Романных монстров. Я имею в виду, что каждый, кому сейчас отдыхают. У нас в какой-то момент Саска ливнул с СП, потому что пошел играть в покемонов. И Саня с ним пошел. Двадцати до тридцати, может даже больше. Играл и смотрел покемонов. Даже карточки собирал. У меня они до сих пор остались. Блядь, ну посмотри нахуй. Блядь. Ну сделай ты моба в стиле Майнкрафта. Фибай, блядь. Сражаться с другими тренерами. Торговать и даже размножать покемонов. Правда для этого нужно соблюсти некоторые правила. Но в целом, мод гигантский. Он делает из Майнкрафта совершенно иную игру. Если вы фанат покемонов, вам обязательно нужно в него поиграть. На одиннадцатом месте, Майн Колонис. Хотел бы я сказать, что этот мод похожий на Малинейр, но нет. Это совершенно другой интерактивный мод для строительства. Который позволяет создать собственный процветающий город прямо в Майнкрафте. Грубо говоря, это свое, брат. Блядь, так мне было охуенно. Знаете чё, я не знаю почему вообще. Может быть я отупел. Но я вот в этом моде вот построил шахту. И чел ходил каждый день, копал эту шахту. И у него была прокачена только деревянная кирка, нахуй. Он копал один блок, блядь, раз в три минуты. Но я вот сидел, нахуй, и смотрел. Просто как этот чел копает. Я подрубил там чё-то стрим, чё-то всем было похуй. И зрителей стало поменьше. Ну вот, ну я закончил стрим и просто сидел, блядь, смотрел, как это чмо копает нам. Разная экшн-стратегия прямо в игре. Каждый опыт в игре будет уникальным. То есть вы сможете играть вместе с друзьями и создавать совершенно разные колонии, не похожие друг на друга. И самое главное, это что им в процессе постройки можно помогать. Это очень крутая тема. Только от вашего воображения. Также мод добавляет особых NPC, которые будут помогать вам. Это строители, фермеры, рыбаки, лесники, шахтеры, петь. Ну это вообще как вам сказать, SP на мини-мини-мини-мини-мелках по сути. Ну типа, ты симулятор мэра на SP. Ну да я бы даже сказал так, симулятор Никиты, вот со сити, вот так вот. Реповара и еще несколько различных профессий. Мод активно развивается и продолжает пополняться новыми NPC. Самые последние места остались позади и мы влетаем в топ-10 самых любимых модов по версии настоящих фанатов Майнкрафта. К слову, самое время подписаться, поставить лайк и два раза нажать на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите новые видео. На десятом месте Дивайн РПГ. Ох, как же я когда-то горел с этого мода. Он меня бесил до самых мурашек. Не потому, что он плохой и неинтересный мод, а потому что он был для меня очень хардкорным. Ведь он кардинально меняет Майнкрафт и делает из него полноценные РПГ. В этом моде собрано ошеломительное количество различных мобов и боссов. Кстати, впервые про этот мод я узнал, когда смотрел Лазуритных Гномов. Ставь лайк, если тоже. Помимо мобов, также появились новые инструменты, оружие, броня и блоки. Но самое главное, что в игру было добавлено интересная система развития. Вы не можете просто пойти на любого моба. Для него нужно выбрать подходящее оружие и броню. А также, достаточно прокачать своего персонажа перед битвой. А что творится в Незере и в Мире Края, я вообще молчу. Выжить в этом мире будет темночью испытанием. На девятом месте Меканизм. Для меня было огромной неожиданностью, что такой мод существует. Думаю, вы уже понимаете, что я больше... Слушайте, но я думаю, что в топ 5 должен эти, про шестеренки криэйт войти. Сто процентов. Приключенческие сборки и магию, нежели технические моды. Это как раз один из них. В нем собрано все то, что приходит в голову, когда думаешь про фантастический будущий мир. Грубо говоря, мод добавляет в игру 21 век. Где множество различных технологий, автоматическое производство ресурсов, а также их добыча. Множество разных машин, которые помогут тебе улучшить геймплей игры и действительно перевести ее на новый. Более высокий уровень, термоядерные реакторы, майнеры, передатчики ресурсов, предметов, энергии, тепла, а также реактивные рации. Это лишь малая часть того, что будет ожидать вас в моде Меканизм. На восьмом месте Драконик Эволюшн. Я не знаю, как правильно охарактеризовать этот мод, но скажу, что это смесь магии, приключений и технологий. Впервые с этим модом я столкнулся, когда играл в сборку Стоунблок, и я его чертовски боялся. Потому что думал, что он реально сложный, и я ничего не пойму. Но все, оказалось в точности, да, наоборот. Да, мод сложный, но не для понимания его самого. Как только ты понимаешь азы, ты перестаешь бояться. Но скажу честно, для него придется очень много гриндить. В нем используется до жути много энергии, и главная цель это... Бля, мне вот такие моды вообще не вкатываешь. Создание самой топовой брони и убийство различных драконов. Если я не ошибаюсь, возможно это исправили, но существует такой дракон, который убивает тебя даже в творческом режиме игры. Но в целом, мод очень крутой, советую его каждому, особенно тем, кто так же как и я, боится технических модов, и их масштабность. На седьмом месте Ботания. Какой же это прекрасный мод. С ним я тоже впервые познакомился в сборке Стоунблок. К слову, советую вам в нее поиграть. Она мягко вводит в мир модов, и помогает разобраться с ними. Уже, если не ошибаюсь, вышла даже третья часть. Ботания, также технический мод. Но про магию. Весь геймплей сосредоточен на создании волшебных цветов, и особых устройств для использования маны, своеобразной силы земли. Вся суть этого мода, показать, что технические моды, могут быть не про постоянную добычу энергии и миллион различных труб, для их транспортации, а про изучение мира, про создание своего увлекательного, сбалансированного игрового процесса, где не нужно гриндить что-то для достижения своей цели. То есть в прямом смысле в этом моде вы не найдете труб, проводочков и визуального интерфейса. Все завязано на визуальных эффектах, частицах и вашего восприятия этого чудесного мира с его причудливыми правилами. На шестом месте Галактик Крафт. Честно вам признаюсь, мне не нравится этот мод. Не знаю почему, вот просто не интересен он мне. Но это не значит, что он плохой, и вы не должны в него играть. Почему дизайнеры некоторых модов такие, блядь? Я вот прям гордость за ИСП берет, что у нас, блядь, ресурс-пакеры, блядь, и модсеры нормально умеют рисовать. Но это же кал, нахуй. Этот мод добавляет то, что хотелось сделать еще ночь, а именно космос. В прямом смысле вы сможете колонизировать ранее неизученные планеты в мире Майнкрафта. Их несколько. Земля, Венера, Луна, Марс и астероиды. Для полета в космос вам придется создать полноценную ракету. Тип ракеты зависит от планеты, на которую вы... Не, ребята, это шутка хорошая, то, что этот мод старше тебя, нахуй. Но против меня она не работает, блядь. Ничего не может быть старше меня. Тут уже, тут как бы, я уже, знаете, у меня стадия принятия идет. Так что, ну, ну не, не, не. Кстати, интересный факт, блядь. Я в ТикТоке отметил. Оказывается, про таких, как я, целые новости, оказывается, могут делать. Вы прикиньте? Сейчас зацените-ка, нахуй. Так что, ребятки, нахуй, оказывается, блядь, почему про меня новости нету? Вот тоже такой вопрос. Я теперь, я транс-эйдж-персона. Вот. Он ощущает себя 28-летним, его интересуют вещи, которые интересуют 28-летних, и он не собирается возлагать на себя все это взрослое ответственности и правила поведения в обществе, которые в Японии идут в комплекте с возрастом. Поэтому, несмотря на все документы, он при знакомстве говорит, что ему 28, и, к тому же, каждый год празднует один и тот же день рождения. Ну вот. Чувствует он себя так увереннее и комфортнее, что тут придираться. Господа, я транс-эйдж-персона, все, нахуй. Я не знаю, вхожу ли я вот в круги LGBTQ, да, но, если что, я вас просто предупреждаю, то что я крайне ранимая, нахуй, личность. И если вы в чат пишите 27, то это меня очень задевает. И я на вас, ну, репортик-то могу оформить-то, нахуй. Вот-вот. Так что, ребятки, давайте-ка, нахуй, нахуй, нахуй. Поаккуратнее. Хотите полететь и обзавестись особыми инструментами и снаряжением. Мод добавляет множество различных блоков, которые можно использовать в качестве строительных блоков. Различные руды, материалы, броню и инструменты. Даже есть особая лунная деревня со своими жителями и постройками. В целом, мод неплохой, но почему-то мне особо не заходит. Как я понял, разработчики прекратили поддержку этого мода еще 2 года назад. Они не планируют его обновлять для более новых версий. И последняя версия, для которой был выпущен мод, это 1.12.2. Его даже нет на курс Фордж. Надеюсь, когда-то он все же вернется. Ну и вот, наконец-то, мы дошли до пятерки самых топовых модов. И скажу так, 2 моды с этого списка мне не знакомы от слова совсем. Давайте узнаем, что же любят игроки Майнкрафта больше всего. На пятом месте, Твайлайт Форест. Скажу честно, это один из моих самых любимых модов. Мне с ним какая-то особая связь. Я даже официально перевел его на украинский язык. И он доступен в версии 1.19. Так что каждый желающий сможет в него поиграть. Самод, мне кажется, стал одним из культовых. Блядь, я играл с ним, скажите. Бушил он в 2011 году, и, как вы поняли, он до сих пор активно развивается. Он добавляет новое измерение. По-моему, я играл. Сумрачный лес. Я когда-то думал, а почему там всегда так пасмурно? И никак не наступает солнечный день. Потом, спустя время, дошло. Ответ открылся в названии. Это ведь сумрачный лес. Там сумерки постоянно. В целом, так называется измерение, и там не только один лес. Их довольно много. Войти в любой из них нельзя. Для начала придется сразиться с первым боссом. Король Лич. В мере того, как вы будете исследовать мир, вы столкнетесь со множеством загадок. Ответы, которые до сих пор не раскрыты. В этом моде крайне много блоков, предметов, уникальной брони и руды боссов. Которых нельзя просто так победить. Для каждого придется подбирать нужное снаряжение. Магический мод, который я рекомендую от всего сердца. На четвертом месте Индастриал Краб. Один из самых старых промышленно-технических модов. Вышел он в 2011 году и до сих пор развивается. Правда? Мне кажется, это оверхайпед. Версия 1.12.2. Это был мой первый технический мод, который познакомил меня с этим жанром. В целом, сейчас он кажется обычным и не таким продвинутым, как другие моды. Но в то время он производил фурор на всех игроков. В нем есть много чего, металлургия, агропромышленность и даже пивоварение. Вам придется добывать много энергии, познать мир, создавать колоссально огромные устройства, выращивать необычные деревья и, понятное дело, новые инструменты. Если вам наскучит сам мод, то можно скачать различные дополнения и аддоны, которые только улучшают игровой процесс. Есть даже такие, которые делают Индастриал Крафт адски тяжелым. Любителям технических модов точно понравится. На третьем месте Ice and Fire. Как раз это один из тех двух модов, о которых я ничего не слышал и не знаю. И очень даже зря. Это невероятно круто. Это легенда. Я до сих пор помню, как... Я правда не помню, кто, по-моему, Гена убил моего дракончика, которого я растил. И необычный мод, который добавляет огромное количество нового контента. В первую очередь это драконы. Они бывают двух типов. Ледяные и огненные. Огненные драконы, естественно, дышат огнем и испепляют свою добычу дотла и бродят по большей части верхнего мира. А ледяные драконы, как раз наоборот. Их можно найти только в самых холодных уголках верхнего мира. А свою добычу они замораживают до смерти. Это еще далеко не все. В этом моде присутствуют различные мифические существа. Такие как Мидуза Гаргона, Сирена, Гиппогрифы, Морские Змеи, Циклопы и еще много других. Блин, вот это прикольный. И тут как бы, ну, стилистика хотя бы Майнкрафта, ну, хоть как-нибудь. Поэтому, внимание, заявки на добавление новых мифических существ. Есть даже полноценный бестиарий для сбора и изучения информации о драконах. То, что я вам рассказал, лишь маленькая крупица того, что ждет вас. Гляньте, и оформили все как-то рисунки даже по-майнкрафтовски оформили. Станьте настоящим угодителем драконов. Вот это чего я убивал. Вот этот мне не нравится. Я шарю то, что он очень популярный. Мне он как-то... ...моды и предпочитаю приключения и магию. Так вот, Таумкрафт всегда меня пугал тем, что этот мод подобно другим. Но технические моды слишком сложны в изучении. Это, конечно, частично правда, но я больше придумывал. Вышел этот мод еще в 2011 году. И, к сожалению, начиная с 2018 года, его перестали обновлять. Сейчас ходят слухи о том, что ребята из Team KFH работают над его воскрешением. Да это уже совсем другие люди, и насколько это правда, я не могу быть уверенным. Но сам же мод очень крутой. В его основе лежит Тауматургия. Древнегреческое искусство магии и чудес. Этот мод целиком и полностью нацелен на изучение магии, извлечение ее из физических объектов в форме эссенции, и изменение ее формы для совершения чудес. По мере развития вы будете изучать магию и извлекать ее буквально из всего, что есть в мире Майнкрафта. Это очень увлекательный мод, который приворачивает восприятие игры и выводит ее на новый уровень. На все 100% советую поиграть с ним и изучить мир, который полон чудной магии. На первом месте Create. Заслуженно, блядь. Заслуженно, нахуй. Ну тут как бы... Ну не придавал ему особого значения до этого момента. Ведь это абсолютный рекордсмен. Он занимает первые строчки и становится самым любимым модом среди большинства игроков Майнкрафта. Мне не хватит даже отдельного видео, чтобы описать все возможности этого мода. Он относительно молодой и впервые вышел для версии 1.14. То есть по сравнению с другими модами... Не, но тут, к сожалению, я даже слушать не хочу, потому что я тут уже как бы... Ну как бы, да. Субтитры сделал DimaTorzok